В ДК железнодорожников состоялась 20-я церемония награждения лауреатов общественной акции благородства, организаторами которой являются Союз журналистов и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Суть акции в том, чтобы поощрить людей, которые совершают благородные поступки. Алексей Вьюшков подготовил репортаж с этого мероприятия. У сотрудника ОМОНа Андрея Иванюшина редкая группа крови, вторая отрицательная. Он сдает ее ежемесячно на протяжении уже шести лет. Чем помогает многим людям сохранить жизнь. За это он заслужил звание почетного донора и номинацию в акции благородства. Ну и увидев эту проблему, что проблема существует с забором донорской крови, проникся этим и, соответственно, работал над этим. Для меня это очередной шаг в моей профессиональной биографии. Лауреатами 20-й премии благородства в номинации благотворительность в культуре стали генеральный директор телерадиокомпании «Терра» Наталья Камбарова и ее заместитель по общим вопросам Любовь Смирнова. Их наградили за проект «Наставничество», который был реализован на территории Самарской и Саратовской областей при участии почти 300 человек. Миссия «Наставничество» состояла в том, чтобы помочь жителям малых городов и сельских районов повысить качество жизни за счет новых компетенций. Специалисты и волонтеры проекта помогали получать знания и навыки людям для развития и укрепления семейных ценностей, здоровья, планирования собственного бизнеса и карьеры, успешной адаптации к меняющимся условиям в разных сферах. Особый акцент был сделан на профориентации молодежи. Проект выдвинут на номинацию православным благотворительным фондом «Благое отрочество» и «Милосердие». Было очень интересно работать в этом проекте. Большую поддержку от телерадиокомпании «Тэйры», команды телерадиокомпании «Тэйры» мы на себе как-то ощущали. И люди, где мы находились, это Саратовская область, и Самарская область, с благодарностью до сих пор дают обратную связь. И я хочу еще раз поблагодарить Камбарову Наталье Николаевну, которая предоставила нам такую возможность реализовать ее идею в этом проекте. Организаторы акции признаются, что в этом году было подано рекордное число заявок, а лауреатов отбирали дольше, чем обычно. И отобрать самые-самые интересные поступки очень сложно, потому что на самом деле каждый номинант – это уже, можно сказать, победитель в какой-то степени, хотя в нашей акции победителей нет, побеждают все. Просто на церемонии мы рассказываем наиболее какие-то, может быть, яркие поступки. Всего в этом году поступило 375 заявок из 9 городов и 25 районов Самарской области. Из них жюри отобрало 39 лауреатов в 11 номинациях.